Канал Шелковый Путь. Именно здесь вы найдете интересные обзоры товаров с Китая, снятые в новом формате. Ссылка в описании. Всем привет, с вами я Алексей и мой канал обзор товаров с Китая. Друзья, сегодня мы с вами поговорим про тачку квадрокоптер или квадрокоптер тачку, которая называется GGRC H3. Данный аппарат покупался на сайте everbuy.com за 85$. Распаковку и первые политушки можете посмотреть по ссылочкам выше. Вместе с радиоуправляемой игрушкой поставляется пульт управления, аккумулятор емкостью 380 мАч, зарядное устройство, карт-ридер, флешкарта на 2 ГБ и юзер-мануал. Сам квадрокоптер сделан качественно. Пластик хорошо гнется и принимает удар. Длина такова 28,6 см, 17,5 см, 13,5 см. Также порадовало качество пульта управления. Сделан из матового пластика и выглядит недешево. Работает на 4 батарейках типа 2А. Из кнопок управления у нас кнопка включения и выключения, газ и повороты, триммеры, рычажок расходников на 180 и 40%. Две кнопки над газом отвечают за камеру. Данной кнопкой мы включаем и включаем видеосъемку, а другой делаем фото. Другими длиннокнопками мы выключаем и включаем свет квадрокоптера, а другой переключаем режим земля-воздух, но об этом я расскажу вам позже. Аккумулятор заряжался от родного зарядного устройства около часа. Его хватает примерно на 10 минут полета. При этом я периодически включал и выключал камеру и свет коптера. Квадрокоптер оснастили модулем камеры на 2 Мп. К сожалению, ничего хорошего о ней сказать не могу, обычно камера не более. Управление, как вы помните, происходит с пульта управления и это удобно. Также можно регулировать угол съемки камеры на свое усмотрение. Родной флешки на 2 ГБ вам хватит надолго. Ну и теперь о главном. Наш квадрокоптер умеет не только летать, но и ездить. Снизу у нас располагаются специальные маленькие колесики. К сожалению, только на двух установленных моторчике, то есть у нас не полный привод. К квадрокоптер машинка хорошо ездит по линолеуму или ламинату. С ковром или сильно побитым асфальтом, к сожалению, не справляется. Но это не беда. Помните, у нас была кнопка земля-воздух на пульте управления? Нажал и перелетел. Де лофта. Про летные способности много говорить не стану. Это просто корова с крыльями. Очень медленно и неуклюже. Но взлетать высоко можно. Из-за своих размеров боится ветра. Дальность связи не проверял. Сам взлетал себе максимум метров на 50. И связь квадрокоптер не терял. Ну что же хочется сказать в заключении. Квадрокоптер отлично подойдет для детей и для их знакомства с радиоуправляемой техникой. Также им понравится подсветка. Квадрокоптер светится как новогодняя елка. Функция тачки квадрокоптера, конечно же, прикольная. Но это все еще не доработано. Взор, что человек вряд ли получит удовольствие от полетов. Хотя, если это ваш первый квадрокоптер, то все возможно. И самый главный минус, по-моему, это цена. 85 долларов. Это дорого. За такую цену можно купить в разы лучше. И, конечно же, без функции земля-воздуха. Ну да ладно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья. Всего вам доброго. А я поехал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok